Я уже рассказывал о крутом конкурсе от PrivateFX. За декабрь я смог получить 20% дохода, и теперь мне начислили 5000 долларов призовых, прибыль с которых я уже могу выводить. Призовыми деньгами можно рискнуть, поэтому буду их использовать в агрессивных счетах, где высокий риск, но можно получить максимальную прибыль. А для инвестирования собственных средств буду использовать индекс консервативный. Это крутой конкурс для тех, кто не хочет рисковать собственными деньгами. Подробности в описании. Суперсилу мы привыкли видеть в фильмах Marvel и DC, но все эти истории взяты из жизни, ведь встречаются люди, которые могут удивить любого своими способностями. Еще реже, такие люди попадаются в объектив камеры. Сейчас будем разбираться. Этот случай произошел в Таиланде. Школьный автобус по какой-то причине, а если вы знаете тайский, то можете сказать по какой конкретно, остановился и начался конфликт между девушками и парнями. В ходе ссоры одна из девушек повела себя крайне неординарно. Благодаря сверхъестественным способностям, не иначе, она перевернула предметы и потом человека. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это видео было снято в лучших традициях паранормальных роликов. С камеры видеонаблюдения на мобильный телефон Nokia 3310. Супермаркет «Девушка», предполагаемая обладающая телекинезом, передвигает предметы, в частности телегу. Говорят, что сверхспособности нужно получить после серьезных, так скажем, проблем. После удара молнии или автокатастрофы. С этим парнем тоже что-то случилось. Он сидит на улице в Бангкоке и показывает фокусы с картами. Выглядит невероятно. Что это, если не телекинез? Самые сильные богатыри живут в России, но пока еще силачи не научились останавливать двухтонные машины на ходу. Но вот этот случай произошел русской зимой на очень скользкой дороге. Машина покатилась с горы и остановить ее не представлялось возможным. Но появился парень, который не иначе, как суперсилой сумел это сделать. Может быть, этот человек и не обладал суперсилой, но после того, что он пережил, он уж точно супермен. Все дело в том, что человек во время грозы сумел пережить два невероятных удара молнии. Не знаю, как вы, а я верю, что бывают люди с невероятной сверхсилой. Ставь лайк, если тоже.